здравствуйте господа у нас сегодня второй урок сейчас мы начинаем второй урок цикла учим талмуд мы изучаем 4 главу трактата брахот вавилонского талмуда глава называется тфилата шахар второй урок это означает что в прошлый раз нас был первый и мы сейчас в двух словах вспомним что же мы там изучали что мы там читали сегодняшний урок идет в память лягу бен михаэль мы с вами находимся на во первых на в трактате брахот это первый трактат павилонского талмуда как иерусалимского там там другой трактат и мы находимся с вами на листе 26 лист первой страницы это называется наивите дав каф вавы амуд алиф сам внизу первой страницы и сегодня мы хотим закончить с божьей помощью чтобы в следующий раз начать уже с со второй страницы этого листа мы продолжаем сегодня изучать гемару гемар это комментарий гемару на первую мишну и поэтому нам нужно вспомнить саму мишну что говорила о времени когда произносят молитвы которые называются шмона и срэ шмона и срэ это одна молитва она записана одинаковым способом мы говорили в прошлый раз кто записал зачем записал из чего она состоит однако способом для всех случаев молитвы днем днем люди молятся в шахрит шахарит некоторые произносят в ашкенатской евреи произносит шахрит будем говорить в сефарском наречии шахарит шахрит потом идет молитва минхана дневная так считается на самом деле она уже ближе к вечеру и вечерняя на самом деле она ночная после того как вышли звезды молитва мы будем говорить вечерняя молитва аравит или марев так говорят у ашкентских евреев, мы будем говорить, как написано в Талмуде «Аравит». Эти три молитвы одинаковые. Кроме некоторой разницы, есть одна браха, благословение, одно из 18, вернее, одно из 19, потому что 19 было дописано позже, во времена Рабана Гамлея, то одна из брахот, благословение, видоизменяется. Утром говорят в одном виде, а днём и вечером в другом. Всё остальное примерно одинаковое. Единственное, что только, может быть, нужно сейчас сказать, что шахрит мы ещё и повторяем второй раз. Каждый читает шахрит, находясь в Миньяне, в обществе евреев, взрослых евреев, не менее десяти. Это называется Миньян, число. Каждый читает для себя, немножко вслух, но не мешает другим. А потом, когда всё заканчивает, всё заканчивает свою личную молитву, вся эта молитва повторяется. Кем? Повторяется Хазаном или Шалик Цибур, Шац. Хазан – это человек, который читает общую, общинную или общественную молитву. И во всех нужных местах все остальные произносят Амэн. Там тоже есть маленькие отличия. Одна из брахот, Модим называется, одно из благословений, произносится в другом, мискоукороченном виде, когда ведущий, Хазан, читает свою молитву, полностью повторяю в том виде, в каком читали её личным образом. А вот в субботу, новом месяце и по праздникам, и также в полупразднике Холямуэд, там читается другая молитва. А именно, читается следующим образом. Первые три благословения и последние три благословения такие же, а в середине вместо двенадцати, или, как мы знаем, теперь тринадцати благословений, читает одно общее. И то же самое в Йом-Кипур, и то же самое в Йом-Га-Кипурим, и то же самое Рож-Га-Шана. Есть ещё молитва мусов, мы знаем, что если вот в эти дни, праздничные дни, читается ещё и особое шмоно-исре, состоящие из семи, только благословений, то есть ещё дополнительная молитва мусов, которая читается между Шахритом и Мусофом, и Минхой. она читается непосредственно сразу после Шахрита, после чего люди идут и делают кедуш или дома у себя, или в синагоге непосредственно. И наша первая мишна занималась вопросом, когда время, установлено время для этих трёх, даже четырёх с Мусофом вместе, для четырёх этих молитв шмоно-исре, просто молитвы мы будем говорить. И так было сказано, что утренняя молитва шмоно-исре, шахрит называется, длится до полудня, раби Иуда не согласился с этим высказыванием, искал до четырёх часов, до истечения четвёртого часа дня. Весь световая часть дня, до этой будет называться днём, делится на двенадцать часов, зимой, короче, летом, они длиннее, эти часы. Так вот, исход четвёртого часа, это не что, ну и как треть вот этого светлой части суток. Раби Иуда сказал до конца этой самой третьей, он не согласился с Танэкама, Танэкама это Танэкама учитель, Камма первый, с первым учителем, который приведён здесь без имени. Мы будем говорить, мудрецы так сказали, или Танэкама. Он сказал до полудня, а раби Иуда сказал нет-нет, до четвёртого часа. Второй закон, дневная молитва, Минха, видите, пропускается здесь муссов, так написано в Мишне, сначала идёт, сначала говорится о Минхе, она длится до вечера Тана, Камма сказал до вечера, мнения, раби Иуды, таково, что читается до момента, когда называется точка такая на циферблате, да, называется плаг, а Минха, плаг, это половина, половина Минхи, какой Минхи, Ктана. Мы будем об этом ещё говорить специально, это час с четвертью до выхода звёзд на небе или до заката, по двум мнениям. Так сказал раби Иуда про Минху. А потом говорят про молитву Аравит, Аравит или Марев, Аравит, до неё не установлено времени, Энла, Кэва, это означает до утра, и раби Иуда, ничего, это не добавило, он согласен. А потом уже после всего этого говорится о молитве муссов. Почему? Потому что после всего, потому что обычно муссов, обычно день читается, только изредка. сказано было о молитвах, первых трёх молитвах, которые читаются ежедневно. Молитва муссов длится весь день, так сказал Танакама, по мнению раби Иуды, и он тут тоже возразил, до окончания седьмого часа. До окончания седьмого часа муссов. Не до окончания, двенадцатого часа, да, всё, двенадцатого часа, собственно, до окончания седьмого часа. И Гемара уточнила первый закон про шахрит. Она начинается с того, на прошлом уроке так было, что обсуждается первый закон. В этой мишне согласно этому закону любой человек может начать молитву шахрит до наступления полудня. О, маленькое наступление, может быть, важное. Мы говорим, когда читается молитва шахрит, минха, ровит. Вот ему становится такое-то время. Я могу читать, когда я хочу, но в пределах этого времени я не могу начать после этого мнения, после этого периода. Например, Танакама сказал, что шахрит до полудня, я не могу её начать в час дня. Ну, в час дня, это значит, когда будет уже семь часов, да, в полдень, это шесть часов. Всё делится на двенадцать. Я не могу этого сделать. То есть, я должен начать до окончания этого срока. А когда закончить? Я же читаю молитву, и некоторые читают молитву долго. Это не тема гемара, это не тема этих обсуждений, но мне самому стало интересным. Я вчера поднимал этот вопрос, и на урок его поднимал, на своём личном, уроке, не личном, там, где я учусь, прихожу на урок других раввинов. И общий ответ такой, что нужно ещё и успеть завершить свою молитву до наступления этого срока, крайнего срока, до полудня, до окончания четвёртого часа по рабе периода. То есть, я должен начать не только за пять минут последнего срока, а ещё за пять минут должен уложиться. И это очень странно. Потому что значит уложиться? Мы читаем Шахрид. Я читаю Шахрид. Взял свой Сидору. И читаю и вот мой Сидор. Вот я читаю Шахрид. Все 10 человек нас читает. Мини, у нас даже больше. И вот я читаю завершил. И Хазан смотрит на меня, смотрит на всех. Есть у нас 10 человек уже для того, чтобы он теперь мог приступить к той части молитвы, которая называется общественная молитва. Сейчас он нам её прочтёт снова. И кто-то не успел, он его ждёт, чтобы у нас тоже было 10. И этот человек нас задерживает. И мы не можем ему сказать, читай быстрее. Правильно он делает? Он читает, это Кавана называется, с большим самопогружением он молится. Хороший у настрой, то, что требуется всеми мудрецами от того, кто читает молитву. Но он читает медленно, а мы можем ведь не успеть. Успеть закончить шахрит до положенного времени, это сказано для человека, который читает личную молитву, или все вместе? Хазану нету никакого указания? Это первое соображение, и оно не выписано. Второй вопрос касался такой вопрос. Что значит, я должен успеть закончить свою молитву до установленного срока? Что значит закончить? Мы же говорили, сегодня будем говорить на эту тему, еще будем говорить, что молитвы, по мнению многих, установлены в связи с тем, что у нас нет курбана, нету жертв, жертвоприношения в храме. И теперь вместо этого мы читаем молитвы. Был утренний курбан, утреннее жертвоприношение, называется Тамид, и мы читаем Шахарит. И во время, когда делался этот Тамид в храме, была вечерняя жертва, тоже называлась Тамид, просто там еще есть дополнение, к ней еще была и Минха добавлялась, поэтому мы говорим, вечером, по крайней мере после второй половины дня, в пределах того времени, когда совершалась эта молитва. А вечерняя молитва Марьев, это уже мудрецы дополнили, не было такого специального курбана, жертвы, но, по крайней мере, шли еще работы, некоторые вещи были на жертвеннике в СБ. И поэтому мы все время, пока они лежали на жертвеннике, до утра могло быть, мы молимся, мы можем молиться, призносить молитву Марьев. Но ведь если у нас есть жертва курбан, которая называется Тамид, утром мы ее разожгли, и когда кончилось время разжигания этого курбана, никто же не гасил жертвенника, значит, он горел дальше, догорало все, а раз так, то почему же я должен прекратить свою молитву, вообще молитву нельзя прекращать, если нет никакой опасности. То есть вопрос этот остался нераскрытым, требует специального изучения, не мной, а на уроке, это специальная тема, есть там много разных мнений. Сегодня мы познакомимся тоже с одной проблемой, которой есть очень много мнений, хотя Шульхан Арух принимает только одно из них, но есть еще на кого опереться, и действовать совсем по-другому, то же самое и здесь. Так или иначе, сказано было, Гемара приступила к обсуждению и сказала, так нам было на первом уроке, у нас в Шахрид считается, что до полудня, по мнению Танакама, и до окончания четвертого часа, как мы по-русски говорят, до четырех, по мнению Раби Иуда. А вот у нас есть Барайта, в которой совершенно четко сказано, что молитву Шахрид произносят с момента рассвета. Вот как появляется рассвет, тогда и произносят. И сама Гемара сказала, что нет никакого тут противоречия, потому что эта Барайта занимается людьми, специальными людьми, которые называются Ватиким. Ватик – это человек, который всегда выполняет заповедь, как только она приходит к нему в руки. Так и надо действовать. У нас есть специальный урок на эту тему, и не один урок в цикле «Еврейское поведение». Пришла заповедь «Не откажись от неё, не испорьте её». Она может и уйти неожиданно. С примерами из жизни мудрецов и так далее, с источниками из Талмуды и так далее. Так вот, этим Барайта и занимался этими людьми. Вот им следует это читать, когда в самом-сам начале дня. А всем остальным людям, которые почему-то по какой-то причине сегодня не читаются с рассветом, то они действуют в согласии с законом, который всеобщий. Шахарит, ты можешь начинать до окончания четвертого часа или до полудня. Закон, так написано, и все с этим согласились, принят по мнению раби-иуды. Не до полудня, не Танакама, как сказал Танакама, до четвертого часа. Так, был первый, таким был первый вопрос, который обсуждался у нас в Гемаре в прошлом уроке, а потом мы приступили к следующей вещи. Гемара привела высказывание раби-иуханана, тоже по цепочке, он сказал, его ученики передавали друг к другу, по крайней мере, от его ученика, и это мнение раби-иуханана было таким, согласно этому мнению Шахарит, можно произносить после полудня. А мы сейчас только сказали, что или рано утром, или по крайней мере до окончания четвертого часа, но до полудня, то есть, или при рассвете, или до четвертого часа, или до полудня, как сказал Танакама. А это о чём звучит? И где мы это взяли, такое высказывание? Всказывание очень интересное. И мне уже некоторые ученики сказали, что они первый раз услышали, это здесь у нас. А это закон. Это высказывание такое было, это закон, что если человек по ошибке не произнёс вечернюю молитву Марьев, не произнёс, или ему не было дано, анус называется, так получилось, что ему не дали такую возможность. В таком случае, или вообще забыл просто, и вспомнил, когда уже шёл Шахрид, до Шахрид ему нельзя читать, день, стоит день, вечернюю молитву Марьев он пропустил, и он не может сказать, ой, я сейчас пропустил, сейчас я быстренько побегу в синагогу, а перед этим я сейчас Марьев прочитаю, не может. Теперь он идёт в синагогу и читает Шахрид вместе со всеми. А вот после Шахрид, не дожидаясь, когда Хазан, Шалик Цибур, посланец общины, начнёт повторять всю эту молитву, ещё расскажешь на ЕСРМ. Там только есть мнение, не отойдёт он три шага назад, не отойдёт он три шага назад, сразу тут же. И вторая молитва будет Марьев пропущенным. Если ты пропустил, ошибся и пропустил Марьев, аравит на сегодняшнем языке, на языке Талмуда, то завтра утром ты скажешь две молитвы, одна будет Шахрид, а вторая восполненный аравит. Если ты пропустил Шахрид, таким же образом забыл, то ты можешь всё это восполнить днём, тот же день, во время чтения Минхи, прочтёшь сначала Минху, а потом Шахрид. Первое читается, потому что ты делаешь на месте то, что положено сейчас сделать, а потом восполняешь, ашлама называется, восполнение. Ты не можешь после полудня прочитать Шахрид. Ты дождёшься, когда ты будешь читать Минху. Сейчас ты можешь прочесть Минху, между прочим. Когда там начинается? Сейчас с чем-то? Очень хорошо. Но тогда, сразу после этого, ты можешь, так сказать, трэмпом называется, да? Ты свою молитву, которую ты не произнёс, восполнишь в следующие, next, в следующие молитва. Молитва. Смуха ещё говорит, филасмуха. Первый, который будет ближайший, первый же ближайший. Но сам пусть ты не можешь это сделать. Так вот, мы из-за этого высказывания Рабью Ханана видим, что оказывается, Шахрид, можно читать, после Минхи, Аминхи, это читается после полудня, а у нас сказано здесь только до полудня, так сказал Танакама, или вообще до конца четвёртого часа. И ответ был следующий на прошлом уроке. Дело в том, что Каму читаем, читаем, так он говорит, сможет так говорить, произносим, Митпалель, произносим молитву, Шмонуэсре, то мы, что мы делаем? То мы выполняем заповедь, это заповедь такая, вы говорили, занимались этим вопросом, это Медарай, это из Тора ли это, в Торе ли написано, Рамбам считает, что в Торе, а некоторые говорят, нет, это постановление мудрецов в Торе, есть общее указание молитесь, а про эти три молитвы, или четыре вместе с Мусловым вообще ничего не сказано, Рамбам считает, что сказано намёком, но сказано, только формы нету, форму поставили мудрецы, какая молитва, и в какое время? А сама молитва сказана в Торе, а Рамбан говорит, что нет, И этого даже нет. Так или иначе, есть некоторые постановления. И мы выполняем заповедь. Или тор, или заповедь мудрецов. В принципе, здесь всё одинаково. Это не запреты. Поэтому, выполняя заповедь, я получаю награду. Не выполняя заповедь, я не получаю награду. Есть такие заповеди, которые сказаны, выполняя заповедь. Если ты не выполнишь, ты получишь наказание. То есть, называется, тут два указания. Выполнишь заповедь, и запрещается её наружу. Не выполнится. Есть такие вещи. Это не тот случай. Здесь только выполнить заповедь. Есть награда, сахар, заполнять заповеди. Так вот, все заповеди, у которых всё указано время, заповеди ещё связаны со временем, то ты получишь две награды. Выполнение заповеди, произнесение самой молитвы, фила, и за то, что ты ещё и вовремя её сказал. А вот если ты её сказал не вовремя, а, например, ты запоздал, запоздал, ты вообще её не произнес, забыл, и тебе пришлось восполнить её произнесением молитвы шахарит после минхи, то ты получишь только за исполнение заповеди самого шахарита. Но исполнение заповедей, которое называется «прочти вовремя», ты этого не сделал, и награды у тебя не будет. Так, у нас был прошлый урок таким. На этом мы закончили. Мы ещё говорили о том, что, и уже сегодня сказали о том, что молитвы были установлены в соответствии с жертвоприношениями в храме, и будем заниматься ещё этим. И поскольку жертвоприношения совершенно чётко шли по временем, прерывались, кончалось. Когда-то нужно было, нельзя было начинать, всё, кончилось. Сейчас кончилось время для томида. Томида – это жертвоприношения утренние, вечерние, и больше нельзя было делать. И если ты не сделал её, нельзя было восполнить этот курбан, эту жертву в следующий раз. Тем не менее, с молитвами сделали так, что облегчили, и можно восполнить, но сама ценность Маала называется, ценность исполнения опускается. Теперь получишь только за то, что ты молился, но не за то, что ты сделал во всей её красоте, но в том, что ты сделал её вовремя. Так мы этим занимались. А теперь начинается следующий урок. Последние буквально строчки, несколько строчек. Лист 26, первая страница в самом конце, в самом низу. Мы помним, что сказал Раби Йоханан. Он сказал, если ты забыл сказать Аравит, утром восполнишь. А если забыл сказать утреннюю молитву, Шахарит, днём восполнишь, Минки. Но он ничего не сказал о Минке. А если ты забыл Минку? Если ты забыл Минку, можно ли её восполнить, когда вечером, когда будешь читать Аравит? Вот Кемара это заметила и спрашивает. Это заметили ученики. И начинается наш текст. вопрос возник у них или засомневались. Появилась некоторая проблема. У каких-то людей, я лего это может значило, у них проблема появилась. Говорят, что это был дом учения, так это нужно понимать. И там, где учились, ученики, мудрецы, мудрые ученики. И они спросили у своих учителей. Вот, что это называется. Спросили в доме учения. О чём спросили? О человеке, который вот что. Та-а-вело-гитпалель-минха. Ну, нужно говорить Минха. Просто трудно сказать мне. С ударением мы привыкли говорить Минха. Та-а ошибся. Вело-ине-гитпалель. Молился и не молился. Минха. И не молился Минху. Что в этом случае? Магу. Магу. Что он? Или что? Просто что? Каков закон называется? Слов закон сейчас не будет. Что? Как закон говорит? Магу. Шиит-палель-аравитштайн. Магу. Закон. Каков закон? О человеке, да? Каков закон? Человек, который вдруг помолится. Взял и помолился. Шиит-палель-аравитштайн. Он, не зная закона, пошел, и Аравит помолился два раза. Первый – Аравит, а второй – Минху пропущенную. Что говорит об этом человеке закон? Магу. Шиит-палель-аравитштайн. Засчитывается ли мы эта Минха вообще? Обратите внимание, об этом пишут комментаторы, что, как у нас было сказано Рабью Ханана, если пропустил Марьев, утром восполнишь. Если пропустил утреннюю молитву, днем восполнишь. А почему не раньше, не Мусов восполнишь? И еще. Почему не сказано, а если ты пропустил Мусов, когда ты пропустишь? Пропустишь ли ты, дополнишь ли ты его в Минху? А Мусове вообще ни слова никакого не сказано. Так вот, они знали, написано, комментаторы пишут, что пропущенный Мусов произнести нельзя, после Аравита нельзя его пропустить, сказать. Почему? Потому что время животнованного моста, оно дневное, днем должно быть. Мусов, это связано с жертвоприношением, и восполнить его вечером нельзя. Вот, восполнить Марьев, вечернюю молитвой Аравит, днем можно, потому что днем это жертву приносит. Жертву приносили в храме только днем. Утреннюю молитву можно восполнить в Минху, потому что жертву приносили днем. А вот вечером восполнить минху нельзя, потому что минху приносят только днём, вечером её не приносили. Отсюда вообще следующая вещь возникает. Наверное, в Марьев Аравит, в вечерней молитве вообще ничего нельзя восполнить, кроме прочёл Аравит, и всё. Причём? Потому что нечего читать, весь день кончился. Поэтому они спросили только про минху. Они спросили, а минху можно? Её всё-таки делают вечером. Я так признаюсь вечером, что уже даже в сумерках её можно признать. Если, может быть, минху можем восполнить, Марьев, а про муссов, они сказали, нам известно, что её восполнить нельзя. О Или сказали мы, и увидим, что сейчас будут мнения такие, что можно и это сделать. Так или иначе, Гемар спросила, что сделал с человеком, который взял на себя такую вещь и прочитал. Прочитал, произнёс две молитвы, Марьев, потому что он пропустил минху. И прочитал он вечернюю молитву, Аравит, вы не путаетесь, нет, Аравит и Марьев это одно и то же. И он первую искал как Аравит, а вторую искал как минху. Что с ним? Есть две возможности, сказать, да, годится или да, не годится, или нет, не годится. Сейчас так Гемары скажут, прям таким языком. Им тимца ломар. Если хочешь, хочешь ли ты им тимца ломар сказать, можно ли ты сказать, я перевёл как сочтёшь ли ты нужным сказать. Потому что слово «хотеть» сложно здесь сказать, по-русски как-то не звучит. Хочешь ли ты сказать, что нужно, и скажи. Можно ли сказать, следующая вещь, что этот закон можно вывести, его поступок этого человека, который восполняет минху вечером после Аравита. Можно его объяснить, это поступок чем? Высказыванием Раби Юханана. А именно, что он сказал. «Та Вологит Палель Аравит», если ты ошибся, и не произнёс вечернюю молитву, «Мит Палель Шахрет Штайм». «Шахрет, ты скажешь два». Так сказал Раби Юханан. И тогда можно сказать так, то же самое, может быть, и про минху. А именно, если ошибся и вовремя минху не сказал, вечером принеси две молитвы. Первая будет Аравит, а вторая – это будет пропущенная минха. И ты выполнил всё. Теперь, стоя перед судом, в конце жизни, после всей этой жизни, ты будешь отчитываться за своё прегрешение, а этого прегрешения нет. Я восполнил. Я золотал эту дырку. Я исправил ошибку, недочёт. Некоторая хиссарон, называется, недостаточность была. Я не виноват, забыл. Или меня отвлекли и не дали возможности. Моментальный вопрос. Но Раби Юханан мне сказал, если забыл минху, читай, дважды воровит. Может быть, он не случайно и не сказал. Разве здесь нет разницы между этими двумя случаями? Возможно, восполнение вот этого Аравита утром разрешается. И почему разрешается? Читаем. Мишум Дыхат Йома. Вечерний Аравит, который мы пропустили, разрешается восполнить днём. Потому что идёт тот же самый день. Откуда мы знаем, что идёт тот же самый день? Да по-еврейски день-то начинается. Ну, сутки начинаются с вечера. Они начинаются с вечера. Начинается новый день. Сутки. И ты не произнёс Аравит. Ну, произнеси его утром. Это тот же самый день. Написано «Мишум», потому что «Дыхад Йома Гу». «Мишум Дэ», потому что «Хад один» по-рамецки. «Йома Гу» – это один день. И тогда можно читать всё это в пределах одного дня. Пропущенную молитву читаешь в тот же день. Почему так? Дихтиев, как написано, берешит первая глава, пятый стих, всем известный. «Веги Эров, веги Бокер, Йом и Хад». И было вечер, и было утро. Один день. Видите, сказано «один день». И в пределах этого одного дня можно спокойно восполнить пропущенную молитву, и она тебе будет зачтена, как молитва. Другое дело, что ты не получишь награду за исполнение этой молитвы вовремя. Принеси её сразу же во следующей молитве, которая будет следующей. Аравит после Шахарита, Шахарит после Минки. Пожалуйста, всё это в течение одного дня. Но не Аравит после, но не после Минки. Это уже разные вещи. То есть Минху после Аравита, если ты её пропустил, уже не восполняют. «Аваль Гаха», вот об этом сказано. «Аваль, но Гаха здесь, но здесь, когда забыл принести Минху, вечером наступает другой день. Никакого восполнения, непринесённой молитвы уже нет. Время Минки и время Аравита – это разные дни. «Тфила бимком курбаны ги» так ещё объясняется. «Тфила» – это молитва. «Бимком курбан». «Бимком курбан» на месте курбана. У меня две книги, можно было ещё принести и много ещё остальных книг. Есть ещё несколько книг. Здесь дан «Никуд». «Никуд» – это как произносятся эти слова. Так вот, в одном месте написано «Бимком», а в втором месте написано «Бимком». Если я хочу сказать на месте, на том-то месте, «Бимком газе». «Маком» – это место. А «вместо», и по-русски между прочим, то же самое, да? Ну что, выпьем чайку вместо кофе? Никакого места же нет, это замена, взамену. Мы произносим «вместо». Так же и на иврите. Но что точно произносится «бимком»? Не «бе», «маком» – на месте. Так вот, тем не менее, один из источников... Талмуд мы не получаем с Никуда, мы получили это с наших учителей. Один из учителей говорит, нужно говорить «бимком» по всем законам еврейского языка, а второй «бимком». Не легче говорить «бимком». Кстати, просто чисто еврейская привычка в израильском. «Вальгахан» Тфила бимком курбан ги – молитва вместо... Это замена жертвоприношения. «Бимком» вместо курбан ги – она, молитва. И дальше. «Веки иван де авар йомо, бетель курбан, и из-за того... Ботель курбану. И из-за того, веки иван де, из-за того, что авар йомо, прошел день, йомо – его день, этого курбана. Курбан – жертва должна быть в этот день. И этот день уже прошел, что ботель корбано. Ботель отменен или упущено жертвоприношение. Не время жертвоприношения упущено, а что? Упущено само жертвоприношение. Его нельзя уже совершить. Что ты можешь на это сказать? Следовательно. Человек пропустил минху, так сказать, ученики. И он пошел, восполнил ее вечером во время молитвы Равид. Принеся две молитвы. Первую, как Равид, а вторую, как Минха. Что закон говорит об этом человеке? Можно ли сказать, что из слов Раби Юханана можно такое вывести? Он же два случая привел, на это может быть третий. А может быть, это сделать нельзя. Почему? Потому что это разные дни. Поэтому не даром Раби Юханана не сказал ничего про пропущенную минху. Это разные дни. Откуда мы знаем про разные дни, из книги перешит. ОДИЛМА Послушайте. ОДИЛМА КИВАН ДИЦЛУТА РАХМАЙГИ КИВАНДЕ Из-за того, что ДИЦЛУТА Молитва РАХМАЙГИ Молитва – это не что иное, как просьба Всевышнего. О чем? О РАХАМИМ, О МИЛОСЕРДИИ. Я молюсь и прошу Всевышнего, чтобы Он помог нашему народу в том-то, в том-то и в том-то. Я перечисляю все это. Поскольку есть здесь просьба РАХАМИМ, то что КОЛЬ ЭМАТ ДЫБАЕ МЭЦАЛЫ ВААЗИЛЬ Все время, пока хочет, может молиться. Никаких ограничений днем нет. Ты в Минху не произнес просьбу за весь еврейский народ. Поскольку это обращение к Всевышнему с просьбой еврейского народа, принеси это вечером. Вот и все. Задается вопрос. И задается вопрос у нас кто? Гемара. Человек, который вместо Минхи хочет, Минху не удалось ему прочесть, читает ДВА Аравита. Что ему, как закон к этому подходит? Может быть, нельзя это делать, потому что разные сутки, разные дни. И поэтому РАБИ Йоханан не зря не сказал такую фразу. Или, может быть, из-за того, что это просьба о милосердии, то ему можно так сделать? И Гемара на этот вопрос отвечает очень просто. Иди слушай. ТАШМА. Финал. ДАМАР РАБГУНА БАРЮДА. АМАР РАБИ ЙИСХАК. АМАР РАБЮХАНАН. Другая цепочка учителей. И РАБЮХАНАН она насылается. ТАА ВЭЛО ИТПАЛЭЛЬ МИНХА. МИТПАЛЭЛЬ АРАВИД ШТАЙМ. Если он, человек, ошибся, ТАА, И НЕ ПРИНЮС МИНХА, УМИТПАЛЭЛЬ АРАВИД ШТАЙМ. Можно сказать, две молитвы. ВЕЙН БАЗЕ МИШУМ ДАВАР ЙОМО БАТЭЛЬ КОРБАНО. И НЕТУ ТУТ ПРИЧИНЫ СКАЗАТЬ, ЧТО РАЗ В ДЕНЬ УШЕЛ ДА КУРБАНО. КУРБАНО НЕТ. ПОЧЕМУ? ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ НЕКТАЯ ВЕЧЬ ПРОДЬБА МИЛОСЕРДИЯ. НЕ БОЛЬШЕ НЕ МЕЛЬШЕ. ТАКОЙ ОТВЕТ И ТАКОЙ ЗАКОН. ЧТО МЫ ЕЩЕ ДЕСЬ СКАЗАТЬ ПО ПЕРВОЙ ЧАТИ НАШИ КИМАРЫ. Вы помните, про муссов говорили? А вот интересное мнение. Вот я сказал Мэри. Мнение здесь приведено у коммендаторов. Пропущенный муссов можно произносить после Минхи. Есть такое мнение. Несколько людей так сказали. Во время Минхи. Взяли и сказали. Мы сейчас сказали, что ученики якобы знали об этом. Что нельзя. Можно, так сказал Мэри, ссылаясь на других учеников, учителей. Более того, если забыл и муссов, и Минху, то может их выполнить, восполнить вечером. Сказав три молитвы сразу. Потому что и муссов, и Минхи одного дня. И может их восполнить вечером. И он скажет Аравит, Минху и муссов. Потому что время муссов и время Минхи совпадают. Но с остальными молитвами так сделать нельзя. Так написано у Мэри. То есть, восполнить можно только одну молитву. Одну. Не сразу много. А вот сейчас, после того, как мы все это прочитали, мы можем сказать новое сообщение. А именно, Рабей Ноя Йона написал. Он так написал. Такое интересное мнение. Кто вам сказал, что он может только одну молитву исполнять? Сколько угодно. Если у него была причина, по которой он не молился. Например, так Рабей Ноя Йона написал. Три дня болел. И не мог принести три раза по три молитвы. Девять молитв. Идет и скажет десять молитв. Одну вовремя, а девять и остальных за то, чтобы они ему зачитали. Интересное мнение, правильно, да? Вот Тусафо сказали, что нет. Восполнить можно только одну молитву, которая была непосредственно пропущена перед тем, которые сейчас читаешь и произносишь. Например, пропустил Аравит и Шахрит. Аравит в вечернюю молитву забыл. Шахрит забыл на следующий день. Идет на Минхо. Восполнить можно только Шахрит. Так закон написан. И в Шульхана Руха. И сегодня, сейчас еще рано, когда мы посмотрим на табличку, сейчас через несколько минут, посмотрим на нее, не сейчас. Там у нас будет написано, по мнению Тусафот, что делает сын, чем с молитвой Муссов. Читаем дальше. Метиви. Метиви, это называется, нашли противоречия. Что-то привели такое, в чем написано все по-другому. Для высказывания Раби Юханана, который сказал, что пропущенную молитву можно восполнить во время следующей молитвы. Так вот, нашли противоречия Метиви. Где откуда? Из Барайты. Барайта, очень интересная Барайта, кстати, необычная. Она занимается вопросом толкования стиха в Танахе, а именно, Куэлот. Знаете, да? Экклезиаст по-русски. Там много интересного. Время бросать камни. Суета, суе. Там много чего написано. Одно из них, из выражений, очень интересное. Сейчас будет рассматриваться. Там написано так. Куэлот. Первая же глава, 15 стих. Самый начало. Там так сказано. Мауват, лоюхаль литкон. Вэхэсрон, лоюхаль льгиманот. Мауват, испорченное, не сделанное, не доделанное. Я не знаю, как в русском каноническом переводе. Я перевожу, как испорченное. Что-то испортил человек. Что-то неправильно сделал. Лоюхаль, он не сможет литкон, литкон исправить. Испорченное не подлежит исправлению. Вэхэсрон и недостаток. Лоюхаль, он не сможет что? Льгиманот восполнить. Мы-то с вами знаем, что многое испорченное можно исправить. А нехватку очень даже можно льгиманот наполнить, сделать заново. И поэтому из них этот вопрос, о чем же здесь сказано? Это не общий же правило, такой клаль. Все, что ты не сделал, то уже и ничего не получится. Мол, как греки говорят, нельзя войти в ту же реку дважды. Не потому, что река новая, а потому, что ты новый. Неважно. Главное, о чем здесь сказано. И мудрецы этот стих столковали таким образом. Послушайте. Моуат лоюхалиткон. Это не что иное, как испорченное не может исправить. Зе шебетель крятшма шелеравит. У крятшма шелшахрит. Это человек, который пропустил, по какой-то причине, бетель, отменил. Леватель – это отменить. Так у него получилось. Утреннее шма или вечернее шма. Шма Исраэль. Гошема Локейн. Да, он не произнес. И теперь уже не произнесет. Все кончилось. Нет, теперь утро. Нет, теперь вечера. Если вечером он пропустил. И исправить эту ошибку нельзя. Об этом сказано. Моуат лоюхалиткон. А дальше. Хасрон лоюхаллиймонот. Что это означает? Это означает. Все переводят. Я так тоже перевел. Исчислить. Леймонот. На самом деле не исчислить. Нехватку нельзя исчислить. А леймонот. Испомнить. Вот как нужно сказать. Леймонот. А это о чем говорится? В хасрон лоюхал. В хасрон лоюхаллиймонот. Зе. Ше немну хавераф. Ледвар митсва. В ло немна имаэм. Зе. Это случай. Этот человек. Ше немну. Его пригласили. Записали. Зачистили. Леймонот. Тоже самый корень. Миньян. Да. Число. Включили. Хавераф. Хавераф это его друзья в данном случае. Другие евреи. Другие люди. Ледвар митсва. Для того чтобы исполнить митсву. Заповедь. Они его пригласили. В ло немна имаэм. А он с ними не записался. Они его записали. А он с ними не записался. Отказался называется. Взял и отказался. Вот теперь его этот отказ. Исправить нельзя. Раш пишет. Так просто все. Почему нельзя исправить? Да потому что они уже выполнили заповедь. Все. Заповедь от тебя ушла. Поэтому сегодня говорили. Ватиким. На иврите. Ватиким. На арамецком языке. Ватиким. Они стараются сразу же исполнить. Как только заповедь пришла в твои руки. Исполни ее. Чтобы потом не жалеть. Может быть ее и не будет. Ватиким. Нельзя говорить потом, потом. В следующий раз. Нет. В следующий раз. В следующий раз совсем другой случай. И вот. Как только мы сказали об этом. Отсюда мы видим, что если заповедь пришла, а он ее не сделал, то все. Нет этой заповеди. И нет в исполнении упущенной молитвы. Молитва ушла. Об этом сказано. Это же противоречие словам Раби Йоханана. Он сказал, что Раби Йоханан пропустил Шахрит. Скажешь Минку. Пропустил Марев, скажешь Шахрит. И ответ такой. Амар Раби Ицхак. Амар Раф Йоханан. Сказал Раби Ицхак. Сказал Раби Йоханан. Сам Раби Йоханан сказал об этом. Гаха Бема Аскинан. Чем мы тут заняты? Гаха здесь. Бема. Бемай некоторые признают. Чем Аскинан. Аскинан. Мы заняты. Чем мы здесь занимаемся? Какой случай рассматривает этот Барайт? Вот этот Барайт. Ше Бетель Бемезит. Барайта с высказыванием, с цитатой Истанаха Куэллот. Нельзя восполнить ничего. О чем здесь говорится? О том, что ты пропустил это намеренно. Бетель Ше Бетель Бемезит. Не хочу я выполнять эту заповедь. Не хочу я записаться с вами на Корбан. В Песах, например, раньше записывались времена храма. Прям записывались. И покупали на этих людей. И совершали этот Корбан. И он должен был есть с этой компанией. И своей семьей обычно сдавал. Но это была самостоящая запись устная. Не важно. Главное, что ты в составе, в списке. И если ты отказался, уже нигде не оказался. Если ты не успел другой перебежать в группу. А здесь молитву ты произнес. Почему ты ее не произнес? Барайта говорит о том, что если ты ее специально не произнес, не захотел. О, в таком случае восполнить ничего нельзя. Тогда здесь действительно нет возможности ее восполнить. Имеется в виду восполнить, чтобы получить награду. За что? За обязательное произнесение молитвы. Да, кстати, между прочим, очень хороший вопрос. Здесь его нет. Человек не захотел произнести молитву. А потом подумал, что я делаю. Сделать шву. Может он восполнить, пойти молиться? Раз он хочет восполнить, значит, он сделал шву. Может. Но не получит награду за что? Сейчас мы скажем. За обязательное произношение этой молитвы. Признесение этой молитвы. Это называется Тфилат Митсва. Тфилат Митсва уже не будет. Все, опустил. Теперь он получит награду только за Тфилат Ршут называется. Есть такие случаи, когда можешь молиться, можешь не молиться. Вот за то, что он выбрал все-таки помолиться. Это, конечно, Митсвот не сравнивает по величине. Два килограмма, четыре килограмма. Но все равно меньше. Ступенька ниже. Так сказал Раби Йоханнам. А именно, Шабетель Бемезинт. В таком случае, да, исправить невыполненное нельзя. Раф Аши тоже ответил на этот вопрос. И такую фразу он сказал. Амар Раф Аши. Да это же можно даже не спрашивая самого Раби Йоханнана сказать. А именно, посмотрим на выражение этой барайты, как сказано. Да очень просто. Раби Йоханнан сказал, Таа ошибся. Не нарочно ошибся. Ошибка не бывает нарочно. Это намеренная бывает вещь, а это не ошибка. Таа тогда может восполнить. А здесь сказано. Бетель. Зе ше бетель креат шма. Зе ше немну хавера. Тот, который пропустил, тот, который пропустил бетель, отказался. Вот об этом говорится барайта. А у нас что? Говорится дай-ка нами. Мы то же самое можем получить из логического вывода, грамматического анализа. Это текст этой барайты. И сейчас мы после этого анализа моментально перейдем к таблице нашей. Дай-ка нами. Де катаний бетель. Де, потому что катаний учили в нашей мишне. Слово такое есть. Бетель. Пропустил. Намеренно пропустил. Вело катаний таа. И не сказано нашей барайте слово таа. Ошибся. Не сказано, что он пропустил по ошибке. Забыл занятый, например, другими делами. Это очень важная вещь. Многие пишут здесь о том, что не просто забыл, а просто отрода называется. Был настолько погружен в какое-то дело, в дополнительной заповеди. Или вообще просто чем-то занимался, готовился к субботе. Что-то с ним произошло. Готовился к уроку. Вот самое такое происходит иногда. И время неизвестно, как движет. Например, готовился к этому уроку. И не заметил, что сегодня полдня поста. Сегодня у нас пост Томуза. Происходит в моей реальной жизни. И у нас есть пост. И человек пока погружается, он не замечает ничего. И то же самое здесь произошло с этим человеком. И он вовремя не помолился. И поэтому наша барайта говорит, что ничего нельзя восполнить. Только когда это сделано нарочно, тогда ты не получишь награду за исполнение заповеди. Когда? Как сказал Раша, написал. Ты Раша написал. А за добровольное принесение молитвы он все-таки получит свою награду. За добровольное принесение. А вот если он ошибся, то он получит прям за исполнение заповеди. Но не за исполнение заповеди вовремя. Та шма-мина. Отсюда следует. Это окончательный вывод. Только тот, кто пропустил молитву намеренно, не может ее восполнить. Но остальные могут. Ну, посмотрим на нашу таблицу сегодняшнюю. Если человек не молился по какой-то причине, может ли он восполнить пропущенную молитву? И когда он это может сделать? Есть два случая. Пропустил Шахат или Минху или Аравит. Это одно и то же. И пропустил Мусов. Согласно Тесофоту, это отдельная графа, отдельная строчка. Две строчки у нас есть с тремя молитвами. Шахат, Минху, Аравит. И с Мусов. Это последняя строчка. Так вот, если человек не молился и не молился он по ошибке, может ли восполнить эту молитву, непринесенную во время следующей молитвы? Может восполнить ответ нашего сегодняшнего урока. А Мусов нет, не может. Почему? Потому что, мы об этом уже говорили, эта дневная молитва, она никуда никогда не восполняется. По мнению Тесофот. Но не по мнению тех учителей, на которых сосался Мэри. И второй столбик. А если намеренно не молился, называется Бамезид. Или, может даже ошибся, что угодно. Но прошло время следующей молитвы. Ничего у него не получилось. То он не может восполнить ни Шахрит, ни Минху, Аравит. Ну, как всегда, и Мусов. Почему? Потому что можно восполнить пропущенную молитву. Все влияет на меня. Пропущенную молитву только тогда, когда молится в следующий раз. В следующую молитву, но не через раз. На этом у нас сегодня урок заканчиваем. Он очень был простой, легкий. Повторите его, пожалуйста. И вы увидите, даже если все прекрасно помните, что просто если прочесть снова этот текст, или снова посмотреть на меня, если лучше прочесть текст и произнести при себе эти слова, то вы увидите, что совсем по-другому укладывается внутри человека. Просто наступает праздник души, когда мы изучаем гемару. Чтобы вас праздник этой души все время сопровождал, когда вы будете выполнять еврейские заповеди. Успеха вам во всем. Всего хорошего. Шалом, шалом.